Хор Турецкого спел Челябинцем песнь Победы. В Ледовой арене «Трактор» прошел большой бесплатный концерт для ветеранов и жителей города. Музыканты исполнили композиции военных лет, знаменитую «Катюшу», «Три танкиста» и «Темную ночь». За что южноуральцы любят столичных артистов и как певцы отзываются о Челябинске. Егор Хвисюк с подробностями. Свой концерт хор Турецкого начинает с песни «Черноглазая казачка». Задорный мотив и голоса музыкантов покоряют зрителя с первых минут. Импозантных артистов челябинцы любят, особенно старшее поколение. Наизусть знают репертуар. Смуглянка, День Победы, довоенный вальс. Да много песен. У них созвучие такое. Один спел, другой. В другой выходе, один крячется. Вот такой мне нравится. Очень даже. Одинаково одетые. И улыбаются, и поют. Там один, конечно, мне нравится. Очень-очень. Довольны были своим трудом, а теперь довольны то, что за нами тоже есть такая, кажется, приглядка. И все-таки нас не забывают. В ледовой арене «Трактор» почти 7 тысяч зрителей. 400 из них ветераны, труженики тыла, вдовы и дети участников Великой Отечественной войны. Специально для них в артере установили мягкие кресла, чтобы почетные гости могли с комфортом посмотреть концерт. Южный Урал – это то место, где по-настоящему ковалась победа. От нас на войну ушло 320 тысяч солдат. Был сформирован добровольческий танковый батальон, который встретил победу в Праге 9 мая 1945 года. Челябинск принимает всероссийский марафон «Песни Победы». Этот масштабный проект стартовал в 2015 году. Хор Турецкого и его женский состав, группа «Сопрано» колесят по стране и исполняют военные песни о дружбе, мире, любви и подвиге. Специально для челябинцев музыканты поют композиции о металлургах. В интервью артисты отмечают, как за последнее время изменился Челябинск. За город взялись, наконец. Взялись за город. Раньше едешь по Челябинску, какой-то большой рынок, везде какая-то реклама, кто-то чего-то постоянно продает. Слава богу, что это все убрали. И появилась, оказывается, у города красивая архитектура. Она есть. У города появились дороги, по которым раньше ездить было невозможно. Появились нормальные дороги в городе. То есть о городе стали заботиться. До концерта хор турецкого и группа сопрано проехали с экскурсией по городу и возложили цветы у вечного огня. Устроить большой концерт и привезти артистов в Челябинск помогла русская медная компания. Они поют душой, не только голосами, а поют душой. У них большой опыт в донесении нашего наследия до больших аудиторий. Это хорошие артисты, способные грамотно, качественно, с душой передать боль и радость нашей страны. Также в честь гастролей в столице Южного Урала музыканты передали губернатору редкие архивные материалы о фронтовых судьбах челябинцев. Документами поделился Музей Победы. И везет мне в смерти, повезет в любви. Челябинск, давай с нами! Егор Хвисюк, Маргарита Хижняк, Евгений Чекалов, ОТВ.